Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу «Время говорить» и главные темы этого выпуска. Единая Россия определилась со своими представителями в Рязанской гордуме. Игорный переговор в Рязани уничтожили взвод одноруких бандитов. Ударим пробегом по преступности в наш город, прибыли участники автопроекта «Бывших не бывает». А теперь эти и другие новости в подробном изложении. Итак, рязанские единороссы определились со своими представителями в Рязанской же городской думе. Партия власти приводит в Гордуму, помимо прошедших одномандатников, руководителя фонда «Старшее поколение» Романа Худякова, учителя 34-й Рязанской школы Екатерину Филиппову, руководитель военного профсоюза Анатолия Бараненкова, директора фирмы «Строймакс» Андрея Исаевичева, главврача 7-й детской поликлиники Наталью Шарапину, главврача 11-й больницы Евгения Исаакова, директора Дюс-спортшколы Дворца Олимпийский Владислава Хфролова, ректора радиоуниверситета Виктора Гурова, председателя регионального отделения «Союз воинов-афганцев» Сергея Караева, директора 69-й школы Татьяну Детко, директора торгового дома «Барс» Александра Лемдянова, начальника городского управления «Культура» Андрея Кашаева, советника гендиректора фирмы «Молочный продукт» Юрия Сандина и тележурналиста Евгения Зызина. Напомним, в ходе выборов депутатов городской думы «Единая Россия» набрала 51,4%. Между тем, на политической арене России вполне может появиться новая сила сильная. Весной и в начале этого лета российское агентство соцтехнологий «Политех» подвело итоги опроса, в котором участвовали жители 400 российских городов. Так вот, в ходе исследований выяснилось, что 53% россиян славянской национальности проголосовали бы за православную партию, если бы таковая имелась в наличии. Об этом сообщил портал «Интерфакс Религия». В связи с этим некоторые комментарии в нашей программе. Во многих странах Европы, христианской Европы, существуют политические партии христиан. Они так называются, христианская демократическая партия, к примеру, Польша. И подобная практика, она существует уже довольно долго и давно. Для нашей страны это пока еще опыт, которого мы не знаем, который мы не переживали. Но вообще идея, в принципе, неплохая. Почему? Потому что если люди позиционируют себя как христиане, как верующие во Христа, люди, живущие по его идеалам и законам, и эти люди хотят, чтобы наше государство жило по тем же самым законам, ни в коем разе не путать с шариатом, когда религиозная власть происходит, то, в принципе, это очень интересно, это очень необычно и, возможно, даже очень поможет нашему государству. Продолжаем программу. Рязанские полицейские сообщили о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения оружия. 54-летний житель Подмосковья у себя на даче в селе Лукино Петельницкого района спрятал целый арсенал оружия, с которым можно было бы запросто это самое Лукино и захватить. Винтовки, гранаты, патроны, тротиловые шашки. Все это, по словам любителей оружия, всего лишь экземпляры коллекции, которые он долго и с любовью собирал. Однако у полицейских есть сомнения в части некоторых опасных вещичек, оказавшихся почему-то у коллекционера в запасниках. Напомним, недавно в 20-м детсаду Рязани был обнаружен схрон с оружием времен гражданской. Но это, скорее всего, эхо военных лет. А все оружие проржавело и вышло из строя. А вот житель Подмосковья содержал свой арсенал в полном порядке. С другими бандитами, как их по старинке называют, однорукими, разбиралась сегодня Оксана Тебенихина. Конечно, не одна, а при непосредственном участии силовиков. Как изымаются игровые автоматы, которые, как мы знаем, вне закона давно известно, а вот их уничтожение – дело интересное. Областное управление Росимущества организовало уничтожение очередной партии одноруких бандитов на своей территории. В ходе ежедневных профилактических мероприятий сотрудникам УВД России по Рязанской области в январе 2013 года по настоящее время возбуждено 248 дел административного пронушения, предусмотренных частью 1 статьи 14.1 Прим. 1 Незаконная организация проведения азартных игр. Изъято 2345 единиц игрового оборудования. В настоящий момент осуществляется третья стадия уничтожения игрового оборудования, которое было признано бесхозным. Уничтожаемое оборудование было изъято силами сотрудников полиции и судебных приставов. Это уже третье мероприятие в этом году. Так, мы в феврале этого года уничтожили 1356 штук, в июне – 437, и сейчас будет уничтожено 923 единицы игровой техники. На сегодняшний момент мы уничтожили порядка 4500 единиц игровой техники. Этот металл будет утилизирован, переработан и отправлен на полигон ТБО через составные части. 4500 единиц техники, три из которых уничтожены только в этом году – весомый аргумент для нашего региона. Расстраивает одно – может, для Росимущества этот результат и является достижением? Только вот такая статистика для Рязани, по видимости, маловато. Сегодня в Рязань прибыли участники проекта под названием «Бывших не бывает». Этот автопробег объединил ветеранов уголовного розыска, которые вместе с более молодыми коллегами в этом октябре будут отмечать 95-летие создания службы. Главные мероприятия прошли на Аллее Героев. Это на Сысоевском кладбище, рассказывает Глеб Галушкин. Участники автопробега на митинге на Аллее Героев возложили цветы к могилам погибших при исполнении служебного долга полицейских. Ветераны уголовного розыска подобные траурные мероприятия проводили во всех регионах России, через которые пролегал маршрут автопробега из Владивостока до Москвы. Во всех регионах практически была дань памяти сотрудникам погибших при пресечении преступлений при защите конституционного строя. Это не только у каких-то мемориальных комплексов, а это в удаленных районах, в лесной, в тайге, там, в удаленных районах у могил, где похоронены сотрудники полиции. Встречи, разговоры, собеседования. Это и встречи с родителями, детьми погибших, оказание материальной помощи. В целом, масштабное такое мероприятие, это первые в истории органов внутренних дел в России, прямо надо сказать, и масштабность заключается в том, что не только 20 регионов, но и число участников, это 2500 участников. По словам ветеранов криминальной милиции, за эти два месяца они пообщались со своими коллегами почти в 20 регионах России. Важной задачей они считают повышение престижа работника правоохранительной системы. Один из вопросов, который стоял, это повышение престижа имиджа сотрудников полиции, потому что мы говорим о положительном, потому что негативная информация, которая на протяжении последних 20 лет, значит, публикуется работникам пилиции, она не только подрывает авторитет, имидж, но и влияет на оперативно-служебные показатели. Мы говорим о том, что прошла реформа, мы говорим, что есть полиция. Давайте по-другому относиться. Надо замечать больше героического, самоотверженного. Примеров очень много. Только на положительных примерах можно формировать какие-то добрые, нормальные отношения. После траурной церемонии участники автопробега отправились в городское управление полиции для обсуждения и передачи своего многолетнего опыта действующим рязанским оперативникам. Ведь бывших оперов, как известно, не бывает. И последний на сегодня. Интересно намеревались дать взятку одному дорожному инспектору в Новомичуринске. Пытался, как говорится, сунуть правоохранителю юрист коммерческой организации. Вот оказывается, чему у нас юристов-то учат. Далее подробности. Утром 9 апреля этого года инспектор одного из отделов ГИБДД ОМВД России по Пронскому району в рамках проведения рейдового профилактического мероприятия на передвижном пункте весового контроля в городе Новомичуринске осуществил проверку автомобиля масс с цистерной. В ходе проверки инспекторам было выявлено превышение массы груза на ось автомобиля и полуприцепа, а также отсутствие специального разрешения и пропуска для перевозки тяжеловесных грузов, в связи с чем на водителя данного автомобиля был составлен протокол об административном правонарушении. На следующий день юрист коммерческой организации в кабинете сотрудника ГИБДД предложил за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей заменить имеющиеся в материалах об административном правонарушении документы, которые подтверждали аренду транспортного средства, представляемой им организацией, на аналогичные документы, которые свидетельствовали бы об их аренде другой организации. При передаче взятки обвиняемый был задержан сотрудниками полиции. Так что не все инспекторы берут и не все юристы закон блюдут, а потому надо все исполнять в соответствии с буквой кодекса, чтобы не было потом мучительно стыдно за бесцельно проведенный срок за колючкой. На сегодня все, увидимся завтра в программе «Время говорить». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА